Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Попали мы в пробку, но, видите, даже вовремя начали. Ездим мы теперь издалека. Сто километров проходим быстро и пять медленно. Обычно. Сегодняшняя наша программа называется... Начнем с этого. Меня зовут Евгений Быков, а рядом со мной Лидия Северна. Программа наша сегодняшняя называется «Ты говоришь мне о любви». И составить такую программу очень просто, потому что мало на свете есть песен, которые не про любовь, а про что-то еще. Помните, необыкновенный концепт «любовь, любовь, любовь». Эти три понятия, если мы хотим, мы постараемся как-то просто их... Концепить эту тему посредством песен любимых и хороших авторов. Сегодня мы можем делать все, что угодно. Программа, можно сказать, вольная. И начнем мы с Михайловича Бакова. Сейчас еще раз я проявлю, спросим тебе. Это уже проявляю. Теплой сердец. Семена температуры. Музыка. Играет музыка Играет музыка Жаль, а вот и не жаль, очень ей нужен красивый Пусть он утонет геройски, со всеми скатываем вместе Ангелы божьи станут ему улыбаться Ей, что ли, плакать тогда? Вот еще пусть тоже слез, трез чудес в режиме Ей бы теперь не хотелось, ей бы хотелось, пожалуй, Что бабочкой быть одна нет в крым День, срок недолгий Он бы пройти не завернул Ночью бы навек трепетать Сердцу ее запретило Ночь от Аур и Дунай Волны Балтийскому небу Нотвест гудки синева С уложедшими сонами Радиста Плачь, 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 о сердце Ночь миловала без славы День не замедлил прийти Ясный, холодный, вражденный День не замедлил прийти День не замедлил прийти День не замедлил прийти Это было море Это было море Где колючий циколь Где у самого неба Зажигалась вода Пели, клыкались в прибоях Упивались в покое Вдумывались собор Занимались любовью Дорогая моя Подразнительской чимарой Шуры-муры, дары-пары А на пляже Роберт Вол На Ливерпульский рок-н-рог Где ты? Черноморское лето Вонимы и нету А не считай минуты До сезона полета От сезона дождей Помни о Лизонте Напомни нашу ельнюю сказку Помни южную пласку Помни яркую краску Помни добрых друзей Помни добрых друзей Под развесистой чимарой Шуры-муры, кары-пары И он на пляже Роберт Вол Дерпульский рок-н-рог Я понимаю, что судьбу Не угадать Ты улетела далеко И не видать Где ты? Сияешь рядкой кометы Но в море нашей монеты И мы вернемся сюда Помнишь? Это было море Это было море Где журная пена Где встречается редко Городской экипаж Городской экипаж Ещён Компания Городской экипаж Ещён Как один мой знакомый конференсье Говорил Всякий раз когда мы приезжали Концерт начинался Он мне вовремя Говорит Вы не переживайте, что концерт Начался с опозданиями Закончился вовремя Ничего не могу обещать Мой друг, мой безумный, мой свет голубой, Умчалась бы я в понедельник с тобой Туда, где в классической синей ковбойке Поёт у костра синий глаз и ковбой, Подкорник бы сделала, сияла греком, Тебя так гнала бы на судне морском, На мачте бы я трепухалась, да-да, А в камрину шла за тобой босиком, И в среду не ползала, и в среду могла Умчаться туда, где растёт баубан, Могла бы я стать одувальчиком в среду, Он чудом летает, и духом не слабым, В четверг замечательно рухнуть в прямой И прыгнуть где-нибудь рядом с тобой В солнечной Греции, в облачной Швеции, А в днях знамены смешатся с толпой, А в пятницу в пятницу буси летят, И лебеди тоже куда захотят, На лебеди буси тебя догнала, В лампасах, где ветры на горы свистят, И даже в субботу не поздно ничуть Пуститься в такой обольстительный путь, И шепотом в луне к тебе обратиться. Я здесь, я всегда, я везде, не забудь. Но мне воскресенье приятнее всего, В кофейне, не на рейне, где много всего За столик присесть, где сковарной подружки, Гуляешь и ждешь меня меньше всего. Училась бы я за домой в городах, В лампасах и в преми, в кое-куда. Но сколько зеленых, картошек, петрушек, Кудырнут, кударнут. А я живу никуда, я никуда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Великий бордовский композитор, который не так много писал на женские стихи, но мы споем почти все, что на них написал. Это Виктор Беркувский. Песенка на стихи для Никиты Ушновой. Что-то мне не тушится, Что-то тяжко дышится, В лугах цветет калужница, Петла в реке калышется, И птицы, птицы, птицы На сто ладов поют, И веселятся птицы, И гнезды птицы бьют. Что-то не спокойно, Нелегко, непросто, Стремительные, струнные, Вокруг поселка сосны, И тучи, 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 Белые, как молоком, И улетают тучи, Далек, далеко. Да и меня Никто ведь В плену не держит, Нет, мне ничего Не стоит На поезд Взять билет И в комнат Ночной разъезде Сойти в души весной, Что будет с тобою вместе, Что будет с тобой Весне весной. И это так Возможно И это так Нельзя Куда плетить Тревогно Как филин Голоса И сердце, сердце, сердце Летит за ним сквозь углу И горько плачет сердце, Как малая мама, Как малая мама, Как малая мама, Малая В такой программе Невозможно обойтись С песен Самой романтичной пары Бородовской песни От Якуша и Юрия Висбора. Надо сказать, что Вместе они сочинили песен Не так много, Числом, по-моему, всего три. Одна из них хорошая. Таня, дочь ихняя, Любит рассказывать историю О том, как бабушка Всегда выдирала Таню Из рук Ады, Которая хватала ее И куда-то в ночь Метель пыталась Из дома убежать, Потому что они не могли С Юрием Осичем Юным тогда еще договориться, Какие у них там будут рассветы, Прохладные или прозрачные. Это приводило всегда К таким страшным семейным драмам, Которые вот Приходилось Матери, бабушке Разрубливать всегда. Все-таки одно произведение У них сложилось, Получилось, Мы очень любим исполнять. Там пойдут Тебя лавины В нем предугаданный Тот час Снега сойдут Наполовину Лежат, как будто Вершины Вершины Тебе верны Среди вершин И что поделывают Зори Твой синий путь Переходя И когда Бай стоит В дозоре Подставит Грудь Сын Дождя А мне все чудится Вначале Тепло От твоего Плеча Вот Четырьмя Крестясь Лучами Горит В ночи Твоя Свеча Дожди Пролистывают Да ты Но Видно Мне И сквозь Дожди Стоишь Ты Грустный Бородатый И говоришь Не суди Да пустяки Такое Дело Я Сужу Не оскужу Мне только знать Что снегом бел Еще покрыто Все пруджу Мне только знать Что смерть Нескоро И что прожитого Не жаль И что есть еще На свете год Куда так просто Убежать Что есть еще На свете год Куда так просто Убежать Вообще Молодые люди Казалось бы Не так давно Это было Казалось бы Вот-вот 60-е годы 20-го века А все переменилось Почти кардинально В отношениях Между юношами И девушками Вот Трудно представить себе Ну то есть Не трудно Легко представить себе Что Юрий Лисбор и Олегуш Они писали Друг другу письма Когда уезжали В строя отряды Или в походы Они вот Садились Писали Вымажные письма Отправляли Их Это еще Как-то укладывается В голове Но стиль И содержание Этих писем Сейчас нам кажется Совсем Из позапрошлого Некого Что-то такое Они были опубликованы В начале 2000-х годов Мы можем их прочитать И изумиться Как трепетно Они писали Друг другу Здравствуйте Моя симфония Моя рапсодия И все 10 глав Роман на стихах Так писал Юрий Лисбор Своей В будущей жизни Один Она ему ответила Песня Догадаетесь Какой Ты мое Дыхание Ты мое Дыхание Утром мое Ты раннее Ты и солнце Жгучее И дождей Всю себя Измолчаю Стану я Самой Лучшею По такому Случаю Ты подожди По такому Случаю Ты подожди Подожди Себя-то я Самой Красивой Стану я Станусь Самой Умною И большой Стой Кринет Все Думаю Ну как Мне поймать Звезду Аю А звезда Рюкзак За плечи Пошел А звезда Рюкзак За плечи Пошел Пошел Ты Моя Мелодия Ты Вроде Ты Вроде Я Мой Маяк Вечности На Краю Спросят Люди Вновь Еще Ну как Ты К Нему Относишься Я Подай им Эту Песню Про Бою Я Подай им Эту Песню Про Бою Что Ты Мое Дыхание Утро Мое Ты Раннее Ты Солнце Живучее И Дожди Все Себя Измучаю Стану Я Самой Ложью По Такому Случаю Ты Подожди По Такому Случаю Ты Подожди Я Подожди Ты У меня Одна Словно Ночи Луна Словно Степи Сосна, словно в году весна, Нету другой такой, ни за какой рекой, Нету за туманами, дальними странами. Мы не провода, в сумерках города, Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда, Чтобы гореть метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь У колыбели дождь. Вот поворот какой, Делиться с рекой, Можешь однеть покой, Можешь махнуть рукой, Можешь отдать долги, Можешь любить других, Можешь совсем уйти, Только свети и свети. И, 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 и... И, и, и... Луна, словно в степи сосна, Словно в году весна. Нету другой такой, Ни за какой рекой, Нету за туманами, Дальними странами. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Иванов, песня называется «Чудо». Что не вечером он приходит, За его спиной лепест, Легкий немец свой заводит, С песней, что полна чудес. Но прельщаться надеем Красотою рыбьих глаз, И сетей он лениво Ускользаю всякий раз. Рыдаю выступлений, Кричу сильней тени, Но в сурочном томлении Плывут за днями дни. Что не вечером я латаю Его сети и чьи, И узором в них вплетаю Лучшие цветы свои. Я большая мастерица И затенница, Увы, он и литься, и брониться, Что опять полно травы. А я бежусь от ревностей, Узри, кричу, узри, Но знай на поверхности Лишь им да пузыри. Что не вечер меня губит, Жадной нежности порыв, Ведь всегда в немые губы Он целует сонных рыб. А потом от счастья пляшет И поет о чудесах, Жирные слизи весь, И даже с чешуею на усах. Ах, если так же Шинкован Был счастлив наяву, Как на руке в Кушинковом Я перед ним всплыву. Что не вечер сразу сзади, Где горит его костер, Стоит репетный шмерзавый, Я сгоняюсь с давних пор. Я почти уже не прячусь, Лишь боюсь, как лыбок, Он насытится удачней, И однажды не придет. Но там огонь колышется, Вот чудо из чудес, И злеться голос слышится, Окажется с небес. Но вновь огонь не колышется, Вот чудо из чудес, И злеться голос слышится, Окажется с небес. Вряд ли с собой хорошо, Но скромно и нарядно, Вряд ли вполне молодой, Но о том нереченном. Где-то в предыдущем Она так и живет, Вероятно, чем занята Бог весть, Может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу Профиль приблизит Негонтый, Локон не вышли, На разные грудь и плоды. Или цветок Чуть живой Ставит в кувшин Узкогорлый, Вон территорий, Что свежий набрал плоды. Может быть, этот цветок Называется розой, Может быть, он ей подарит Неделю тому. Рослым красавцам Таким, спелый, какой, Как и розы и близ городских Ворот. Ох, везде что, к чему, Никаких никогда Не бывает Рослых с цветами Красавцеву в Радковецке. Ну, вот и плачет она, Вот и кувшин разбивает На земель шерсть Бог и есть Мертвых частей Таких. Может быть, этот цветок Называется розой, Если пойдешь ты пешком Через ручей к развилке, То укрепи крепешком Волосы на затылке. Город Петров, выбрысь вон, Страхи завод цвестные. Смело шагает, это сон, Хищники в нем не злые. Не подведет тишина, Сомерки не обманут, Глянет из тьмы хижина Страхи назад отпрятут. Гонный туда Ни за что, Дело другое. Беший — это твой, Это то, Где чудеса и леший. В колбе бурит вещество, Лежим у них заклятия. Нет у него ничего, Кроме его занятия. Кроме над ней ветхая, Сливы вонят протяжно. Знаешь он кто? Это я или не я? Не важно, Важно, что дня пропадешь, Даже не наторчишься. Если пешком ты пойдешь, А не вверху помчишься. Наискосок за овраг Через ручей не болит, А гребешок — это так Для красоты не болит. Сейчас у нас знамение Тишина. У меня это такое женское страдание, Которое сочинял Владимир Красновский На стихи Николая Заболоцкого. Давайте вместе страдаем. Целый день стирает прачка, Уж пошел за водкой, На крыльце сидит собачка С маленькой бородкой. Целый день она каращит Умные глазенки, Если в доме кто заплачет, Загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать В городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, Девочки, Маруся. Обратили, Маруся, Пятухи да гуси, Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. Как бы мне такие перья, Да такие крылья, Влетела прямо в дверь я, Бросилась в колбылья, Чтоб глаза мои на свете Больше бы не глядели, Пятухи да гуси эти Больше бы не гладели. Ох, как худо жить, Маруся, В городе Тарусе. Пятухи да гуси, Пятухи да гуси, Господи Иисусе. Да но как там Битвик Это очень много, для Израиля, для маленькой страны, прям гигантский фестиваль. И вот мы пели Тарусу со сцены, и на поляне сегодня 2000 человек, все подпевают, все знают слова, в отличие от вас. Все поют, громко, радостно. И вот мы доходим до последнего припева, как худо жить Маруся в городе Тарусе, петухья и дни до гуси, и тут мы замолкаем, и 2000 евреев. Господи Иисус! Вот это было всесильное. В руках Геи Николаевича появился удивительный инструмент, который мы могли бы принять, бог знает за что, но на самом деле это самая настоящая гитара. Гитара, да, трамвайская гитара укулеле, что в переводе значит, с гавайского, означает «прыгающая блоха». Ну, эта обложка имеет очень многое, хотя, когда Евгений Николаевич взял в руки впервые этот инструмент, он первым делом сыграл, конечно, «свечен месяц», это ясно. На что нам в том же Израиле, кстати, и сказали, вам русским, что в руки не дай, у вас все балалайка. Мы не против, мы даже довольно часто используем укулеле, а именно как балалайку. Вот что и сейчас намерены предпринять. Губы укаянные, думы подоренные, Бестолковая любовь, голубка, заблупенная, Бестолковая любовь, голубка, заблупенная. Все вы глупы помните, Все вы думы знаете, Да чего же вы думаете мое сердце Эдим огорчаете. Позову я голубя, Глазам у яси забавы, Пошлю дорогачки письмо, Да мы начнем все с изнава. Пошлю дорогачки письмо, Да мы начнем все с изнава. Губы укаянные, думы подоренные, Бестолковая любовь, голубка, заблупенная. Бестолковая любовь, голубка, заблупенная. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Казанцева, Автор множества женских страданий, Автор из города Минска. Я очень горжусь дружбой с Леной. И еще я горжусь тем, Что благодаря этой дружбе Мне посчастливилось войти в историю русской литературы, Потому что Лена сочинила два стихотворения, посвященных мне. Одно из них довольно знаменито. Она сочинила его, когда была проездом из Самары в Минск, Останавливалась у меня в Москве, И ночевала на таком необычайной красоты на дурном матрасе. Она проснулась утром вдохновленная, Потребовала перо, чернила, Что там по этому требуется. Все, значит, получила. И абсолютно ровным, таким круглым почерком, Без единой помарки, Выдела следующее стихотворение. С эпиграфом, твой матрас меня потряс. Лида купила двуспальный матрас, Чтобы поехать на юг. Вместе с матрасом уедет от нас Верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас Гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, Может, захочет вернуть Этот матрас навсегда в магазин, Пусть принимают старье. В деда на юге Запорчит грузин, Так и не встретив ее. Вообще, надо сказать, что матрасы — Это очень важный образ в творчестве Лены. Они очень часто упоминаются О ее стихах. Помните такое стихотворение? Я скучаю на матрасе лежа, Что-то не идет ко мне, Алеша. Ее коллеги спрашивают, Лена, почему Алеша? Рифма — это Сережа. Лежа, Сережа. Она так руками разводит, говорит, Так ведь Алеша был. И ничего с этим не поделать. Лена очень правдивый художник. Она сочиняет только то, Что точно сама знает, пережила. И, видимо, Алеша какой-то действительно был. И мы должны быть ему благодарны, Потому что именно благодаря ему, Я так подозреваю, Появился на свет знаменитый Ленин-Мещанский роман с Алешином. Вот мы его сейчас и спать будем. Я тоскую одна денежка, Догорают в окне небеса, На извозчике едет Алешинка, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешинка, Неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна денежка, Даже белого хлеба не ем. Лезвучек в тулупе и варенках Погоняет легко коня. Я любилась так маленьких, Но никто не полюбит меня. Я тоскую одна денежка, Нагорают в окне небеса. На извозчике едет Алешинка, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешинка, У него голубые глаза. У него голубые глаза. Вилковская фантазия 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 Между нами нет никакой связи. Между нами связи нет никакой. Даже фокусник может провести между нами руку И подтвердить, что связи нет никакой. Или что-то теле в угле состывая Уголек ворочится во сне. Все это только видимость, видимая из меня, А между нами видимость нулевая. Нечего сказать, связать, развить, исправить. Иллюзионист вяжет узелок на память. Нечего сказать, порвать, разбить, разбавить. Иллюзионист вяжет узелок на память. Между нами нет никакой связи. Между нами связи нет никакой. Даже фокусник может провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой. Связи нет никакой. Связи нет никакой. Связи нет никакой. Связи нет никакой подписанности. Связи нет никакой подписанности. Мы должны увидеть наш дэв полный роз. Поэтому я прошу оркестр встать. Еще чуть-чуть холодно, можно попрошу? Знаете, я всегда проверяю, чтобы звучало как в аэропорту. Потому что, действительно, это было уже в Израиле, мы улетали 2 мая, хорошо помним, в аэропорту, когда мы пришли в аэропорт, так и вдохновленный... Ну, при поднятом настроении мы пришли, чего там? Да, у меня день рождения в этот день, поэтому... В общем, причина была. И вот таможенники решили, причину нашей радости, видимо, найти. Взялись за нас крепкие инструменты, забрали. Этот вернули быстро, он маленький, а он говорит, а потом не спит. Ну, я стою, так что в это время скоротать. И наиграл. Вот так же поразительно звучало, бин-бин-бин-бин. Подошел ко мне человек, ветеранская область, говорит, что, сынок, порой не тоскуешь. Вот, ну и действительно... Сейчас вот Лида говорит об этом. Раньше, чтобы человек на фотографии мог предположить размер снимаемого объекта, рядом с ним, как бы вы ставили, знакомый бин-бин. Ну, скажем, он спичит не коробок. Тогда понятно, какого размера объекта. Ну вот... А теперь сюда говорят, вы можете вообще ничего не пить, не играть, только ходить. Туда-сюда вы с этими инструментами. Винюшельский вальс «Сомбра». Он, конечно, тоже о любви, я уверена. «Сомбра» Играет музыка 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 Что там за архитектура синьё, Ни на что за городом синьё, Не твоя печаль, приятель, по гулям, проходи. В свой черёд коснётся слуха, Тот сигнал волторный строк, Что вязать велит поживки, Ни пера тебе, ни пуха, Отдохни перед дорогой, Влажный рассвет тебя разбудит, Бордея ключами щёлкает, А дальше, как придётся, Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторно смолкнет, Колокольчик распоётся. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторно смолкнет, Колокольчик распоётся. Скажем же, в лесу и в лесу и в лесу и в лесу. Ла-ла-ла-ла-ла